Девушки отдыхают Вкратце с того, что я намеренно запланировал свой доклад на второй день, потому как понимал, что первый день пройдет в процессе вкушения местной среды, людей, нравов, настроений и так далее. И, конечно же, я понимал, что в моей повестке будут какие-то изменения, обязательно вызванные тем, что я увижу, что я услышу и что захочу добавить в свою программу в первый день. Так и случилось. То есть формально название мы оставим, но разговор пойдет о разном и, собственно, вы все это услышите. Начнем с эпиграфа. Интересно, какие стремления разовьет без морковки осел? Я айтишник. Качал обновления. Ведь сегодня написано все. Очень прост он процесс обновления. Видишь, программа работает. Спи. Правда, жаль, что вот Windows Millennium не откатишь до Windows XP. Я подумал о людях, о севере и о пчелах, быкапящих мед. Прогоню-ка на тестовом сервере. Ну а этот пускай обождет. Это первый. И второй эпиграф следующий. Ежели вы полагаете, что вот эти глаза не могут врать, не обольщайтесь. Быть может, они вообще ничего не могут. Приступим. Это эпиграф всего лишь. То есть, итак, вкратце обо мне. Меня зовут Максим, 27 лет, без вредных привычек. Город Днепропетровск, Украина. Работаю после окончания профильного математического вуза уже в течение, наверное, 5-6 лет в сфере IT. Сейчас добрался до проектного менеджмента в аутсорсинговой компании. Работает компания по очень простой схеме. Есть датские и британские офисы, заказчики, аккаунт-менеджеры. Они доставляют нам живеньких, жареньких клиентов. Мы их оцениваем, выставляем счета, разрабатываем, делаем дизайн при необходимости, выкатываем сайты. Сайты совершенно разные тематики, совершенно разные. То есть, это может быть электронная коммерция, магазины, сайты реклама, сайты сопровождения пациентов для медицинских компаний. То есть, это аутсорс. Как повезет. По поводу моего путешествия хочется, может быть, предвосхитить вопросы по поводу государственного устройства моего государства. Путь из Украины прошел достаточно гладко, граница была пересечена легко. Единственное, что, приношу свои извинения, лекция была запланирована сегодня на 11. Но я проспал, и Дмитрий любезно перенес на час, и, собственно, вот мы здесь. По поводу моей роли в данный момент времени в этом зале, почему я говорю, у меня есть прикладной релевантный опыт. Я бы хотел что-то из него, какие-то свои переживания, замечания, пожелания озвучить. Возможно, это пробудет какую-то живую мысль. Как минимум, вам будет интересно. То есть моя сверхзадача на сегодняшнее выступление – это чтобы вам было интересно, чтобы это состояние не оканчивалось. В процессе жизни, работы IT-компании мы сталкиваемся с тем, что условия меняются, и меняются они по ряду объективных факторов. Это изменения, например, в западных наших офисах наших коллег. Они хотят новую отчетность, они хотят, чтобы мы работали быстрее, чтобы мы оценивали задачи лучше, меньше или больше. Так или иначе, очень много действующих лиц в распределенной компании, наподобие той, в которой я работаю, собственно, работал до этого в продуктовой, принцип был тот же. И выходит, что человеку, занимающему управляющую должность, например, это проектный менеджер. Как у нас шутят, проектный менеджер, он отвечает за все. Мы много раз пробовали в компании прописать список обязанностей проектного менеджера, и каждый раз это была неудача. То есть вот программист программирует, дизайнер рисует, девочка-бухгалтер, она выставляет счета по налогам для ЧПшников, остальное делает проектный менеджер, ну, грубо говоря. Вот, микрофон, оу-оу-оу, вы говорите, если будет уши закладывать. Вот, итаком, регулярно становится задача для меня, как для проектного менеджера, это задача о пересмотре и введении новых практик на регулярной основе. То есть, если мы говорим про традиционное общество, представителями которого мы являемся, вот, нам свойственно апеллировать и ссылаться не на какой-то документ, на контракт, на свод законов, нам свойственно работать по накатанной, нам свойственно работать в команде друзей, товарищей, знакомых, с которыми бы мы, можно сказать, дружили, может быть, только в рабочее время, но тем не менее, чтобы отношения у нас были добрососедские, человеческие, партнерские, и для того, чтобы мы хорошо понимали друг друга. Так вот, у проектного менеджера возникает регулярно задача о том, чтобы собрать ребят и донести с какой-то общей позиции то, почему нужно что-то делать по-новому. И ошибка проектного менеджера, который, может быть, преклоняется всецело перед западной моделью без оглядки, она иногда в том, что проектный менеджер, он обезличивает себя в управлении. Он говорит, что мы должны делать так-то и так-то, потому что это написано здесь-то и здесь-то, потому что нам нужна такую-то и такую-то отчетность. И встает вопрос, а какая роль проектного менеджера в создании условий труда? Я еще раз подчеркну для вновь прибывших, я рассуждаю исключительно со своей колокольни проектного менеджера о том, с чем приходилось сталкиваться, что мы делаем сейчас и, собственно, какие у меня пожелания по этому поводу. Как сейчас это работает у нас в моей конкретной компании, в моей конкретной команде? Так получилось, что я человек в компании новый, я работаю достаточно недавно, команда уже достаточно слаженная. Это в каком-то смысле хорошо, то есть люди даже опаздывают синхронно. И так же синхронно, что парадоксально, то есть в пятницу или даже иногда на выходных остаются, но тоже как-то вот синхронно. Захожу поздно очень на работу, очень поздно, вот буквально перед отъездом, в день отъезда, захожу, забыл телефон. Сидят ребята 9 вечера, у меня поезд 10, я говорю, что вы сидите? Причем все сидят, даже нет, без одного, без Тимура. Потом еще двое из команды возвращаются с футбола, тоже туда. И говорю, зачем? Как-то посидим, поработаем, выкатим раньше. Тоже по-своему. То есть в каком-то смысле это меня впечатляет и умиляет. Люди работают вместе и для них это нормально. То есть это что стоит отметить именно про традиции. Вернемся к роли проектного менеджера. В формировании команды. С одной стороны, как вот в эпиграфе про обновление, если изменения не инициируются внутри, они приходят снаружи всегда. То есть если человек проснулся и не знает, чем себя занять, позавтракав, ему звонит товарищ, говорит, слушай, тут помочь надо. Он говорит, ну конечно, я уже еду. Вот, совершенно нормально. С одной стороны. То есть если ты не займешь себя, тебя займут твои западные коллеги. Это как в случае с моей фирмой. Вот. Наступает ситуация, например, конкретно моей компании, что Днепропетровский офис будет расширяться. Сейчас это у нас порядка 35 человек. Разработка еще есть в Болгарии. То есть это основные производственные мощности, так сказать. Вот. И стоит задача в перспективе на год, возможно, на два, расширить этот штат вдвое. И есть вопрос, который обычно принято решать с помощью института Human Resources. Кто знает, что такое Human Resources Management и что делают люди, которые этим занимаются? Раз. Два. Хорошо. Human Resources, человеческие ресурсы. То есть это время сотрудников, это то, что они умеют делать, то, как быстро они работают, то, сколько денег они хотят и почему они сегодня опоздали. Вот. Пример. Буквально вот нашей компании. Компания маленькая и по факту все управление, вся оперативная работа, она обеспечивается проектными менеджерами. То есть и, собственно, этими менеджерами управление и заканчивается. То есть они создают условия, они делают работу, они строят команду, они прописывают процессы обучения, они говорят с людьми индивидуально. То есть они делают фактически все. Только вопросы зарплаты они решают достаточно косвенно. И вот стоит вопрос. Мы, коллектив, достаточно сбитый, то есть команда без меня, она работала вместе, особо не меняя своего состава в течение, скажем, двух-трех лет. То есть это уже коллектив, у которого есть свои традиции. И вот приходит абстрактный HR менеджер. Что делает HR менеджер? HR менеджер работала, или обычно эта девушка, обычно, ну как бухгалтер. Что знает HR менеджер? Она работала в другой компании. Может быть не в одной, но она работала в других компаниях. Редко, вот что касается IT и, например, вот неразработческих специальностей, вот на моем веку не было примеров, когда бы человек, например, будучи HR, или проектным менеджером, или кем-то еще, он покинув какую-то свою компанию, он через время в нее возвращался. Ну, как вот на практике города Днепропетровска, это работает с тестировщиками, с программистами, именно с производительными специальностями. С управленцами? Нет. Вот если вот он не прижился, как-то вот разошлись пути с руководством, все, он ушел дальше. Ну, собственно, я на своем примере могу такое утверждать. И вот вопрос. Приходит HR менеджер. Вот смотрит на все вот это. Это какая-то команда. Она работает худо-бедно, как-то процессы тут выстроены. То есть тут у них и не я. Простите, я, по-моему, вот так. Вот HR менеджер, она в течение, наверное, месяца, может быть, двух. Ну, тут зависит от человека, как бы тут мы не будем загадывать. Она смотрит или он, HR менеджер, будем говорить он, смотрит на происходящие процессы и выдает определенное резюме со своей колокольни. И стоит снять шляпу, если человек опытный, если человек собаку съел. Стоит в любом случае прислушаться ко мнению. Потому как, если мы уже говорим про технику данного наблюдения, то есть то, что происходит внутри, все процессы, какие-то там склоки, конфликты, ситуации, планирование и релизы, они приобретают совершенно новый вид, когда смотришь на них извне. То есть каким-то... Так, реснички, это глаз. Не очень хороший, но тем не менее. Вот, HR менеджер, она смотрит со стороны. Или он. Хороший дальнейший шаг, как по мне. Вот, и обычно так и происходит, за редким исключением, что команда, участники процесса, которым предстоит на основании полученной какой-то новой рекомендации, перестроить свои отношения в коллективе, начать работать быстрее, выше и сильнее, получает помимо распоряжения еще определенное, что ли, ну что ли, разъяснение с детальным описанием происходящих процессов, скажем так, на понятном для людей языке. Для того, чтобы я, как проектный менеджер, или я, как дизайнер, понял, что не так, какие предлагаются изменения и кто их предлагает. Вот сейчас остановимся на этом вопросе. Поднимите руки, кто когда-либо работал именно в аутсорсе и имел дело вот с этим так называемым культурным барьером. То есть, я думаю, я тогда расскажу вкратце. Есть несколько отличий. Одно из первых отличий в компаниях наподобие моей, где производственные силы сосредоточены, скажем, в Украине, основное управление, концептуальное, продуктовое, планирование, финансовые директора находятся, например, где-то в Евросоюзе, пусть это будет Дания, как в нашем случае. Есть несколько моментов. Во-первых, средний возраст сотрудников разнится где-то лет на 10. 10, может быть, на 15. Если у нас в команде, например, средний возраст ребят – это 25, то, скажем, в той же Дании проектный менеджер или аккаунт-менеджер – это, наверное, от 35, может быть, и до 40, может быть, до 45. То есть, это люди, которые… Вот я не знаю, чем они занимались до этой компании. Я не знаю. Может быть, они работали супервайзерами. Может быть, они работали программистами, но таких мало встречается. Это люди шли как-то по стезе бизнеса, карьерного роста. То есть, я в подробности не вдавался, но можно на LinkedIn почитать. И возникает определенная ситуация, что мы разрабатываем то, что они у себя это сделать не могут за такие деньги. При этом мы моложе, мы оперативнее. Мы где-то, может быть, не до конца хорошо знаем английский, но об этом сегодня будет отдельная встреча. Но эти ребята, они старше нас. И, как показывает практика, во многом они работают, руководствуясь, ну, не какой-то своей компанийской этикой, которую вырабатываем мы на местах, явно или неявно. Они руководствуются конкретными финансовыми предписаниями, распоряжениями, каким-то сводом правил, to do, best practices и так далее и тому подобное. И получается похожая ситуация, как с вновь прибывшим HR-ом. Доносится какое-то распоряжение о том, что, например, нужно мышкой окна открывать. Вот. А мы думаем, подождите, но мы же мышкой окна открывали до этого, и все было хорошо. Почему сейчас это нужно делать по-другому? Вот. И в ответ мы не получаем разумительного ответа от, например, возьмем, это наших партнеров из заморских стран. Они высылают нам распоряжение с подписью совета директоров, например. Вот. А мы думаем, а что это? Почему мы должны жить по-другому? У нас же все хорошо. И я бы отметил здесь в качестве проблемы для рассмотрения тот факт, что иногда подобного рода менеджмент, он становится обезличенным. И человек, доносящий до команды какое-то новое распоряжение, он не доносит это от первого лица. Мол, я аналитик, я работаю с вашей командой, моя задача собирать сводки раз в квартал, анализировать, работать с вами и выстраивать совместную политику движения. Нет. Обычно работа происходит немного по-другому. И в любом случае, когда, скажем, какое-то воздействие оказывается на более или менее худо-бедно слаженную традиционную структуру, она начинает свою ответную реакцию. То есть, ну как вот имплантант, да, он не приживается какое-то время. Да, он нужен, он какой-то вопрос решает, он какую-то, может быть, дырку в черепе или где-нибудь еще. Он прикрывает, но какое-то время есть риск, что он не приживется. И это совершенно нормально. Какое здесь решение в данной ситуации я использую, я предлагаю. Иногда, и это приходится делать достаточно часто, вот есть, например, мы, вот, ну мы команда, как принято говорить. Вильна Касса, простите. Так. И есть, например, Даня. Хорошо. Есть еще клиенты, при этом не важно, где они на самом деле. Мы иногда общаемся с ними напрямую, иногда работаем через любовный треугольник. Это, в принципе, непринципиально. Интересно то, что на регулярной основе приходится иногда, повторяясь, доносить до, как до клиентов, так и до наших партнеров из соседних стран, которые с нами взаимодействуют, при этом по факту не являясь нашим начальством, доносить то, что, ребята, мы не вы, а вы не мы. У нас родной язык не английский, вы простите нас за наш pronunciation и так далее. То есть мы работаем здесь так, как нам это свойственно. Если мы будем перенимать стиль работы, принципы программирования по новым каким-то лекалам, мы не сможем гарантировать никакого результата. Мы работаем в каком-то, ну что ли, эволюционном потоке. То есть, конечно, что-то нам мешает, какие-то воздействия, экономические воздействия, какие-то культурные, социальные. Кто-то заболел, кто-то не пришел. Люди приходят и уходят. Кстати, это очень неплохой показатель компании, именно текучка кадров. В нашем случае достаточно стабильно. И вот поэтому хочется как раз рассмотреть наш пример в качестве именно примера традиционной команды. То есть вот эта граница, которую часто проходится проводить, это необходимая мера. И утопично предполагать, что можно достигнуть такого момента во взаимоотношениях с заморскими друзьями, когда они бы сказали, о, да, right, complete, мы все поняли. Мы не будем больше возвращаться к этому вопросу. Нет, мы будем возвращаться к этому вопросу. Если надо будет, то каждый день. Почему здесь есть проблема? Почему об этом, на этом я хочу сделать акцент? Потому что, с одной стороны, они, собственно, обеспечивают, в данном случае, распределение труда, работают таким образом, что поиском заказов мы не занимаемся. Но разработкой, в свою очередь, они тоже не занимаются, следовательно, мы нужны друг другу, как Адам и Ева, например. Неплохая метафора. Так вот, и как ни крути, если, ну, вернемся к началу доклада, то есть, если ты проснулся и решил ничего не делать какое-то время, тебе позвонит друг или товарищ, или с работы позвонят, попросят выйти сверхурочно. Ну, а ты же что ты? Ты не запланировал день. Тебе же лучше чем-то себя занять, чем прозябать в неведении. И так и происходит, когда команда не дает какой-то разумный, обоснованный ответ, на предлагаемые нововведения, это работает не только в IT, это работает как принцип. Вот. Команде начинают садиться на голову. То есть, и если удалось пропихнуть какое-то непопулярное нововведение, и реакция затихла, а реакция затихнет без управления, потому как команда сама по себе, она, ну, она требует какого-то менторства, она требует участия управляющего, хотя бы в том смысле, что, ну, простейший вариант, он соберет команду и скажет, ребята, вот есть вопросы, давайте подумаем, что мы думаем по этому поводу. Как мы будем жить с этим? В любом случае внутреннее решение должно иметь место. И, ну, как показывает практика, ну, для этого обязательно нужен человек, который бы собрал людей просто вокруг костра, как минимум. Вот. Следовательно, возвращаясь к обязанностям проектного менеджера, хочется отметить, что вот что ли неприкосновенность, непоколебимость и святость каких-либо, ну, актуальных и имеющих место в команде устоев, каких-то традиционных обычаев, о них мы немножко поговорим дальше, вот. Так вот, сохранность этих обычаев, сохранность вот этой, что ли, стойкости, это в первую очередь задача проектного менеджера, потому что в ряде случаев он выступает точкой входа для всех, ну, что ли, запросов. Он что-то отсеивает, он что-то отвечает сам, но он является точкой входа для всех людей, которые обращаются к команде, и ему принимать решение о том, собственно, как реагировать. Вернемся к следующей ситуации. Это вопрос на самом деле открытый. Если у кого-то будут интересные какие-то случаи, соображения, вот в разделе вопросов, в конце, когда мы закончим, я буду рад вас услышать. Это ситуация намеренного и запланированного роста и развития компании. То есть предполагается, что штат будет увеличен вдвое, скажем, за год. И это будет говорить, что вновь прибывшие люди, они какое-то время будут чувствовать себя некомфортно, и производительность компании упадет. То есть ты нанимаешь 10 новых человек, у тебя производительность может упасть. То есть этих 10 человек нужно одеть, накормить, постелить, выдать программное обеспечение, выделить время админа, собственно, ввести в проектную документацию, уделить много времени своего и времени команды. Это совершенно правильно. Какое-то время эти люди требуют инвестиций. В первую очередь инвестиций временных. И вернемся к роли проектного менеджера. Проектные компании, такие как моя компания, они предполагают рост как естественная реакция на увеличение что ли амбиции или спроса со стороны клиентов. То есть есть клиенты, в большинстве случаев это люди, которые содержат несколько направлений. Это крупные западные компании, фармацевтические, спортивные, это гемблинг, это продажи шмоток, это может быть все что угодно. Все хотят быть представлены в интернете. И зачастую рост и развитие компании предполагает не то, что ребята начнут просто чаще по клавишам бить. Нет, это говорит о том, что появятся новые команды, появятся новые проекты и, соответственно, проектные менеджеры. И с одной стороны новые команды будут предполагать, опять-таки, расширение штата проектных менеджеров. И в этом случае проектных менеджеров, то есть я как человек, который тоже проводит собеседование, нанимать со стороны зеленых и без особого опыта в аутсорс, это было бы просто самоубийство. Но как ни крути, мы говорим о расширении не только управленческого штата, мы говорим о расширении производственных мощностей. То есть это ребята, которые будут рисовать, которые будут верстать, которые будут проектировать сайты, базы данных, которые будут непосредственно осуществлять программную разработку. И эти ребята, в суть специфики нашего продукта, наших технологий, наших практик, они будут въезжать, опять-таки, будучи ведомыми уже нашими матерыми специалистами. Это в любом случае займет их время и потребует участия проектного менеджмента. То есть, как ни крути, все равно это ложится на наши плечи. И для того, чтобы поставить, скажем, какую-то временную точку в этой теме, вернемся к обязанностям проектного менеджера. Сколько раз мы хотели донести, что вот мы это делаем, а вот это мы не делаем. И каждый раз, когда мы якобы фиксировали какой-то набор, что ли, качеств, набор, в сфер ответственности, каждый раз появлялась ситуация, когда вроде бы делать это некому, дело-то это не твое, но завтра будет кризис. И делать что-то нужно. В этом смысле проектный менеджер – это как раз, я считаю, тот человек, который, в принципе, он может делать все. При необходимости он может написать пару строчек кода. Но об этом принято не говорить. Следующий пункт я условно обозвал замечания по текущему моменту. Пару слов нововведений. Собственно, моя карьера, наверное, слово путь лучше подойдет. Путь в IT начинался с живого саппорта и тестирования десктопных приложений. После это было тестирование вебовских приложений, потом это была джава-разработка какое-то время, потом через какое-то время я перешел на лидовские должности, потом проектный менеджмент, потом начальник по образованию, потом опять проектный менеджмент. То есть суть которой – мне повезло уловить совершенно разные, что ли, различные составляющие, кроме бухгалтерии, может быть, составляющие процесса целиком. И почему это хорошо? То есть лучше чувствуешь себя, ориентируясь в ситуации, когда видишь процесс, ну что ли, целиком. Когда вот как HR-менеджер, ну надеюсь, что это будет матерый HR-менеджер, он, посмотрев на работу команды в течение месяца, сможет указать на слабые места, показать, что можно сделать лучше, собственно, и как. Так вот, собрался небольшой список, я хочу по нему пройтись, при необходимости мы нарисуем и прокомментируем. Это определенные, можно назвать их, ну что ли, пагубные тенденции, которые я отмечаю в айтишных коллективах в общем. Например, того же города Днепропетровска. Вот, говорят у нас тоже на русском языке преимущественно. Я полагаю, что картина существенно отличаться не будет. Ну, возьмем в порядке произвольном. Первое. Речь. Когда мы оканчиваем школу, мы оканчиваем университет, предполагается, что мы уже всему научились. То есть все, как бы, человек взрослый, человек все знает, человек все понял, и никто ему не судья, только Бог судья. Вот. Происходит интересная штука, она называется автосинхронизация. То есть когда, скажем так, не заявлены открыто или тайком определенные модели поведения, какие-то образцы, образцы для подражания, примеры грамотной речи, которые висят, например, на стенах в комнате, или примеры неграмотной речи, если мы говорим, например, про английский язык, то есть примеры произношения и так далее, человек опускается на самотек и перестает в какой-то момент следить за своей речью. Проблема ли это личностная, проблема ли это индустрии или плохого руководства, но факт остается фактом. Вот. В речи современного айтишника, если он об этом не задумывается, присутствует очень много слов-паразитов. Возможно, он их подбирал специально с утра для того, чтобы задействовать в течение дня. Возможно, он перенял их у друга, потому что, как показывает практика, мы иногда у друзей заимствуем интересное выражение и вот берем их в обиход, и каким-то образом это, ну, что ли, нас как-то вот стимулирует, что ли, подталкивает. Это забавно, это происходит очень часто неявно. Вот. Но важно понимать, что вместе с хорошим примером мы можем также перенять еще и дурное. Говорят, что дурной пример заразителен. Хороший пример тоже заразителен. Вот. Но для того, чтобы что-то хорошее перенять, обычно нужно работать над собой. Для того, чтобы перенять что-то дурное, обычно ничего делать не надо. Просто вот делай, как есть. Делай, как я. Что хочется сказать по поводу речи? Ну, мат – это отдельная категория. То есть, с одной стороны, есть две крайности. С другой стороны, тоже. Вот. Представьте себе коллектив. Вы приходите на работу. Вы приходите вовремя. Все пришли вовремя. Нормально. Вы заходите в офис, там ничего не происходит, люди сидят, работают, вроде бы хорошо. Хорошо. Но иногда складывается впечатление, что люди, они не просто вот увлечены работой, они, возможно, не увлечены больше ничем. И происходит такая странная вещь. То есть, у людей сломался сервер. Кто-то вылил что-то не так, как надо. Кто-то не проверил. Кто-то почесал за ухом. Вот. И ты, например, ты программист. У тебя твоя функциональность, которую нужно показывать на демонстрации клиенту через 15 минут, поломалась. Ты подходишь к товарищу, говоришь, Григорий, милый мой друг, ты изволил вылить неподобающий код. С одной стороны, обычно на этого времени нет. И крайность первая заключается в том, что если можно отреагировать на проблему быстро, принять решение, донести проблему, закричать, забить в набат, затрубить во все трубы, этого не делается, потому что якобы есть этические нормы. Этические нормы действительно есть. И вторая крайность – это когда, извините, мат-перемат, и получается в какой-то момент, что когда это становится новой нормой, уже непонятно, а случилось ли что-то. Вот человек изрек матерное слово, поломался сервер, или он просто вот не так головой повернул и решил изречь. То есть это вторая крайность. С одной стороны, мы скованы общественной этикой и моралью для того, чтобы вести себя с людьми подобающе. И это правильно. С другой стороны, ударяясь в крайности, допуская себе вольности в речевых оборотах, мы рискуем, ну скажем, перенастроить коллектив таким образом, что это станет нормальным. И уже для маркировки какого-то кризиса, какого-то скандала, какого-то сервера упавшего, или что-нибудь еще, нужно будет придумывать более залихватские выражения, нужно будет уже придумывать жесты какие-то, подключать язык тела, или, может быть, кричать просто громче. То есть тоже путь тупиковый. В какой-то момент люди остановятся и думают, подождите, а почему вообще так? Может быть, мы просто научимся говорить, будем учиться. Но обычно это выпадает на долю каждого индивидуально. И тут уже кто каждый сам, то есть какие книги читает, с какими людьми общается, какие, собственно, идеалы он созерцает, каким хочет следовать, ну, собственно, такие он и будет черпать. Но важно понимать, как сказал один мой друг, это универсальная предыстория к любой цитате, вот, он говорит, что, собственно, мы заимствуем хорошее, но мы также заимствуем и плохое. Мы заимствуем все. И уже сами потом жизнь нас учит, это было хорошо, то, что мы переняли, или это было не очень. Второй пункт – это пьянство. Есть понятие тимбилдинг, есть понятие корпоративная культура, корпоратив, есть понятие выпить после релиза. Вот, ну, начнем с того, что пьянство, как говорит мой друг психиатр, настоящий психиатр, он говорит, что пьянство – это фактически сейчас основной, ну, что ли, сдерживающий фактор развития личности и общества в целом. Вот. На примере айтишников. Очень приятно, когда люди хотят вместе отдохнуть после совместно проделанной тяжелой работы. Очень приятно, когда проектный менеджер, как я, например, человек не пьющий и способен предложить какие-то еще развлечения. Например, да все что угодно. Что плохо? Почему пьянство именно вот айти? С одной стороны, это вызывает определенный вопрос и непонимание. Люди более или менее в современных условиях обеспечены. Зарплата завязана, индексирована на долларе и евро. Они чувствуют себя неплохо, у них есть какое-то плечо, они во многом еще молоды и не обременены исполнением именно семейных обязательств. И получается так, что самым простым времяпрепровождением, опять-таки за неимением какой-то целостной культуры на том же, например, предприятии, самым простым времяпрепровождением является, может, попивку после работы. Я объясняю это следующим образом, что людям хочется побыть вместе помимо работы. Это нормально. Они хотят отдохнуть, они хотят что-то узнать друг о друге, рассказать им. Кто-то был в музее, например. Вот я был в Беларуси, расскажу. Ребята, я вот тут на выходных смотался чисто. Вот, приятно. Почему пьянство? Да потому что это самый простой вариант. Самый простой вариант развязать языки, самый простой вариант немножко забыться. Наверное, наверное, да. Но у пьянства есть определенная тоже сторона. Я постараюсь так гуманитарно объяснить. То есть пьянство – это банк, который тоже дает в кредит. То есть он дает тебе какое-то раскрепощение, развязность, легкость, но он дает ее в кредит, а потом он забирает проценты. Но когда он придет забирать проценты, тебе нужно будет работать. И что получается? Вроде проценты отдать все равно придется. И работать-то тоже надо, а страдает команда. То есть хорошо, если все вышли в 10, извините. Если кто-то не вышел, то есть что будет? В общем, тут нужно работать. Одно мне приятно, что уже прошло то время, я надеюсь, я на своей шкуре чувствую, что человек, который не употребляет спиртного, он уже перестал казаться белой вороной. Это уже хорошо. Максим, у нас 5 минут еще вашего доклада, к сожалению. Да, я попробую оперативно пройтись по списку. Есть такое свойство, что характерно айтишникам, особенно молодым разработчикам, это так называемый инфантилизм. То есть у людей достаточно дорогие гаджеты, дорогие макбуковские макбуки, у людей есть какая-то зарплата, на что они ее тратят, совершенно непонятно. И вот как бы становится вопрос, а вообще что происходит, когда люди покидают работы? Чем они увлекаются? Чем они занимаются? Вообще им интересно что-то, что может быть в стране происходит, может быть в какой-то другой стране. Или они хотят через год уехать навсегда в банановую республику, носить шорты из пальмовых листьев. Но зачем им тогда макбук? То есть куда вот эти все годы проведенные в IT? Это второй, еще один момент. Следующий момент, тут у меня список буквально из 3-4 пунктов, я сейчас его быстро обозначу. Растягивание задач. Тут влияет все, и пьянство, и инфантилизм, и отсутствие сакрального смысла в происходящем. То есть задача оцененная в 8 часов имеет все шансы быть сделанной за 8 часов или более. То есть у меня же 8 часов запас времени, а там на полчаса, я посмотрю какое-нибудь кино. Вот, как бы зачем? И вроде бы все честно. Задача оценена. Зачем может быть переоценена? Тут уже вопрос о сверхзадаче. А есть ли сверхзадачи у специалиста сделать быстрее для того, чтобы издать проект раньше, для того, чтобы выиграть время на образование внутри команды, потому что клиент, он не хочет думать о затратах на образование в команде. Он хочет, чтобы мы постоянно работали. И есть отличный анекдот, отличный от предыдущего, про корову, которая, чтобы меньше ела и давала больше молока, нужно сделать следующее. Мы просто будем меньше кормить и больше доить. Вот. И выйдет примерно следующее. То есть разработчики теряют вообще какой-то, ну какой-то смак, что ли, жизни. Они начинают работать долго. Они начинают, перестают интересоваться. Они вялые, поздно приходят на работу. И все вот это, то, чем они занимаются, не способны собрать себя в кучу самостоятельно, оно еще больше и больше усугубляет этот процесс. И проектный менеджер, будучи ответственным, будучи мамочкой, он не сможет изменить личность. Он сможет показать последствия в коллективе. На примере команды в целом. Он сможет показать, ребята, смотрите, как мы живем. Смотрите, что у нас происходит. Дальнейшее. По поводу пьянства и так далее. То есть, что характерно денежным айтишникам, молодым студентам, перспективным технарям. Иногда заходит разговор о каких-то хобби, увлечениях. То есть, мне, например, как собеседующему человеку, самое главное, когда я читаю резюме, мне интересно посмотреть раздел увлечения. Почему? Образование, высшее образование, ну, какая-то формальность. Сколько есть обалденных специалистов-технарей, не закончивших высшее. Трудовой опыт, посмотрим. Есть испытательный срок. Если человек не справится, это будет видно в конце первой недели. Уволим. Чем человек увлекается? Расскажите мне, что вы любите? Зачем вы живете? Что у вас на душе происходит? Вот. Хочется, чтобы у сотрудников были увлечения, чтобы они увлекались не только тем, что они делают на работе, чтобы они увлекались всегда всем и так далее. Режим дня. Это вопрос спорный, но за стопроцентной уверенностью скажу, что если мы говорим о командной работе, то чем лучше синхронизировано время сотрудников, тем лучше. Если у них обед с часу до двух у всех, это хорошо. Они вернутся в два, и сразу начнется работа. А если кто-то в два, кто-то в три, а кто-то в пять, а кто-то не пришел сегодня, работа будет плохая. По поводу HR-ов. Я искренне желаю, чтобы вам на вашем жизненном пути попадались HR-ы с опытом, которые обладают системным мышлением, которые при необходимости имеют опыт не только писать документы какие-то, которые умеют общаться с людьми, которые умеют видеть проблему, которые имеют вообще широкоформатную эрудицию. По поводу взаимоотношений с нашими заморскими коллегами. Опять-таки хочется получать от них, хочется видеть лицо, хочется понимать, какой человек принимал решение, которое сейчас нам нужно соблюдать. Кратко выводы и кланяемся. Что нужно делать? Если мы не сами не управляем условиями труда, командной культурой, режимом дня и так далее, и так далее и тому подобное, вот этим будет управлять кто-то другой. Каким образом управлять? В первую очередь путем образования. Лучшая инвестиция, как по мне, это инвестиция в человека, в то, чтобы он был умнее, чтобы он хотел, чтобы глаза горели больше и больше и больше. Ну, я думаю, есть какая-то биологическая граница, но тем не менее. Еще раз? А, молодой человек общается. И опять-таки, да, конечно, нужно импровизировать, нужно придумывать новые приколы, новые примеры практик, новые примеры в образовании, новые пути. То есть обязательно. Планирование команды. То есть одна из задач проектного менеджера, это помимо того, чтобы сдать проект, это запланировать жизнь и развитие команды, для того, чтобы люди развивались, для того, чтобы они помогали друг другу, для того, чтобы сильно подтягивали слабеньких, для того, чтобы слабенькие не боялись задавать вопросы. Это достаточно кропотливая работа, она психологическая, она где-то воспитательская, где-то самая разная, но этим нужно заниматься. И если нету выделенной должности в компании на это, этим занимается кто? Правильно. Правильно. Преподаватель наш говорит. Вот. По поводу споров, конфликтов и реакционизма, очень важно найти в себе силы, подойти к человеку и сказать, милый друг, черт возьми, мы считаем, что предложенное нововведение несостоятельно по ряду причин. Это окажет негативное воздействие, мы получим такие, такие и такие пагубные последствия. В то же время мы можем выиграть здесь, здесь и здесь. Мы предлагаем обсудить общую выгоду и принять правильное решение. То есть игнорировать никакие запросы нельзя. Это как обычное письмо, которое пришло к вам на почту. Вы можете проигнорировать, а там дальше, ну а как повезет дальше. И в качестве, буквально последнее слово, первое, это личный пример управления. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники не сутулились, ну не сутультесь сами. Да, вот правильно девушка сделала в далеком ряду. Это совершенно ярый пример. То есть если ты выступаешь с лекцией, с докладом, и ты пытаешься донести до людей какие-то истины, они задают тебе совершенно простой вопрос. Подожди, если ты гастролируешь с докладами, то а где твое время, когда ты непосредственно трудишься? Чем ты можешь похвастаться? Ну в этом смысле тут у меня все схвачено, потому как к докладу я готовился достаточно недолго. Я просто рассказываю о том, чем мы живем, я в частности, наша команда и компания. И последнее, под занавес, чем хочется заниматься, это развитием вне корпоративных отношений с сотрудниками. Такой парадокс, мы на шашлыках отметили с другом еще в прошлом году на майске. Так получается, что мы не дружим с сотрудниками и не работаем с друзьями. И получается какой-то непонятный прикол. То есть вроде с сотрудниками нам неинтересно, там люди говорят, ну мы по техническим связям там какие-то работы, там денежку получили, потом бежим с друзьями. Друзьями на шашлык. С друзьями у нас мир и взаимопонимание, но мы вместе не помогаем друг другу выживать. Это странно. Вот это просто вот такая странность. Пока ответа на нее нет. И с одной стороны нужно пробовать работать с друзьями, создавать что-то совместное и пробовать строить более прочные человеческие отношения в коллективе, в котором воле судьбы вы оказались в аутсорсе или в продуктовой компании и через месяц будет зарплата. Так давайте же сделаем релиз вовремя. Вот. Условия труда. Совместными усилиями можно создавать любые условия труда. Можно заниматься спортом, можно расширять сферу взаимодействия в городских условиях, заниматься творческой самодеятельностью, чем угодно. То есть все, что люди делают вместе, их объединяет. Спасибо. Спасибо большое Максиму за его очень неформальный доклад. Если у кого-то есть вопросы. Вот вы, насколько я понимаю, тоже работаете с англоязычными заказчиками. Everybody attention. Есть ли у вас такая проблема, что русский уже не похож на русский внутри компании, а это задеплойный акцептанс и все остальное. Как вы считаете, есть смысл с этим бороться или это совершенно неистребимо? Истребить можно все. Это так, я вам скажу. Но что тут хочется сказать? Ну давайте обратимся, опять посмотрим на стены, посмотрим на корпоративные вики. А там вообще есть какие-то образцы? Или эти образцы представлены в каком-то человеке? И вот надо на него тыкать пальцем и слушать, как он говорит. То есть это, я объясняю это следующим образом. То есть за неимением какой-то системности, отсутствием планов в управлении, о том, чтобы люди говорили грамотно, о том, чтобы они думали, как говорили. Думаешь, что говоришь, как говорил Шварценеггер, русский солдат. Если этого нет, это будет самотеком. А самотеком, это значит, что вот агрегироваться в мыслях, в мозге и, соответственно, находить отражение в речи будет все, что люди видят. А видят они преимущество монитор, а там интернет, а там никакой модерации и свобода слова. Здрасте вам через окно. Конечно, они будут говорить по-разному и с этим ничего не поделать. Вот вы тоже говорили, что есть куча альтернатив пьянству, но приведите, пожалуйста, просто пару примеров, чтобы мы знали, чем увлекаться. Я живу на берегу Днепра. Я отвечу вам достаточно абсурдно, но я думаю, вы поймете. У нас есть залив. Получается, насыпали косу длинную для того, чтобы байдарочники тренировались, водная станция, байдарочники наши на высоте. И залив, естественно, зимой замерзает. И вот когда мы там хоккей бывает, играем на заливе, вот в Удсток, вы представляете, если бы такой был фестиваль, да? Вот там в Удсток, только это рыбаки, они на льду. У них палатки, термоса, ну, горячительные, может быть, но, допустим, это с точки зрения пьянства не лучший пример, но они увлекаются подледным ловом. Они веснуют, летуют и осенюют с мыслями о подледном лове. Им это интересно. Они работают где-то. Этим человек уже в Днепропетровске себя не прокормит. Вот, только если он будет видеоканал делать. Я подледный лов там, я, здравствуйте, я, блин, забыл, это классика. Вот. Да чем угодно можно увлекаться. Вот вы увлекаетесь грамотной речью, увлекаетесь грамотной речью. Курсы каллиграфии, да все что угодно. Курсы русского языка, ликбез, я не знаю. Тимбилдинга, сыграйте в футбол, езжайте в поход, в горы или в поля, да все что угодно. Спасибо, Максим. Сделайте ремонт на квартире. У нас, к сожалению, уже закончилось время. Я хочу вас поблагодарить за доклад и наградить вас дипломом участника первой Беларуси региональной IT-конференции. Спасибо вам. Спасибо вам. Благодарим нашего докладчика. Продолжение следует...